Я хотела бы поблагодарить философский факультет Московского университета и лично Сергея Анатольевича за возможность прочитать курс лекции в Московском университете. Проблемы идентификации и интерпретации современного искусства, в контексте которых я огласила манифест смерти постмодернизма. Мой манифест смерти постмодернизма есть ответ на два манифеста, написанные в течение последних пяти лет. Группа истокистов – это резко отрицательный манифест по отношению как к модернизму, так и к постмодернизму. И ответ к манифесту Николая Бурье, который является апологетическим манифестом. Так вот, я провозглашаю смерть постмодернизма в связи с двумя, я считаю, чрезвычайно важными факторами. Первый фактор является социальным фактором. Наша страна находится в состоянии умирания. Я каждый день вижу плачущих русских людей. Мне говорят, что это люди ленивые, которые просят милостыню в метро. Но это люди плачут, и я вижу, что плачут они совершенно искренне. И я вижу бедствия русского народа. Если так будет продолжаться, русское искусство станет достоянием этнографии. Это будет искусство умершего великого народа. Я считаю, что современное русское искусство, каким я вижу его сейчас, является пиром во время чумы. Я не приемлю, когда художники рисуют или снимают сверхгероев, красивых, холеных, академических героев на смеси динозавров, носорогов и жирафов, в то время как русские люди умирают, и наша страна станет скоро мертвой страной. Это первый фактор. Второй фактор – это технологическое развитие. Технологическое развитие идет к состоянию сингулярности. В 2025 году искусственный интеллект превзойдет по скорости мышления человеческий разум и получит самосознание. Это не фантазии. Рей Кертсвайл, известный американский ученый, создал эту теорию. И эта теория разрабатывается уже в социальном и политическом смысле философами ведущих западных университетов. Когда мы сейчас создаем искусство, которое полностью оторвано от человека, мы, собственно говоря, идем по дороге вымирания человечества. И это тоже пир во время чумы. Поэтому суть моего манифеста смерти постмодернизма заключается в том, что мы должны попробовать, во-первых, отстоять свою страну, спасти ее от вымирания. То есть мы должны обратить лицо искусства к людям, к простому человеку и к любому человеку в нашей стране. То есть мы должны увидеть конкретные живые глаза, конкретные носы, уши конкретных людей в конкретных ситуациях. И мы должны также сделать попытку спасти человечество. То есть мы опять-таки должны обратиться к человечности, к состраданию. И модель технологической матрицы, настоящего электронного фашизма, заключается в том, что этот искусственный интеллект, который станет на вершине пирамиды, как некое всевидящее око, этот искусственный интеллект вполне вероятный, скорее всего, будет относиться к людям, у которых есть боли, у которых есть несовершенства, как некой низшей расе. И сценарий терминатора, который кажется нам сказкой, является совершенно реальным сценарием. И когда с человечеством будет покончено, этот искусственный интеллект совершенно очевидно подвернется мутациям. И это будет уничтожение любой разумной жизни на этой планете. А подвернется он мутациям, потому что сама идея кибернетической матрицы основана на отрицании боли. Боль же является основным фактором создания пространственно-временной энергетически-информационной матрицы. Когда ребенок рождается, он натыкается на объекты, он чувствует боли. Таким образом он выставляет временные энергоинформационные координаты вокруг себя. Если мы видим, что вот эта матрица, которую сейчас создает западное общество, если она отрицает боль, если она идет по пути радикального гедонизма, значит эта матрица идет по пути разрушения энергетически-информационного пространства, координат. То есть она идет по пути мутации, то есть по пути уничтожения разума на Земле. И уверяю вас, это не является футуризмом. Я вчера слушала по этому поводу Дугина, ультраправого консерватора в России. И даже он говорит, что это ближайшее будущее. Поэтому я еще раз повторяю. Мы, если мы отворачиваемся от этих проблем, значит мы просто участвуем в пире во время чумы. Я вам говорю, очнитесь. Очнитесь. То есть хватит фашизма Гуччи, хватит фашизма Феррари. И пора уже возрождать эту страну. И есть определенные технологии, которые могут возродить эту страну. Эти технологии чисто русские. Это квантовые технологии, основанные на генераторах, разработанных в андроповских институтах, которые повышают урожайность в 10 раз, которые могут излечивать неизлечимые болезни. Можно завалить эту страну едой. Можно вылечить этих больных людей. И, собственно говоря, я к вам обращаюсь, как к людям России. Опомнитесь, очнитесь.